Добрый вечер! В эфире программа специальный корреспондент, я и ведущий Аркадий Мамонтов. Сегодня у нас особенный выпуск. 22 апреля 2012 года состоялось молитвенное стояние Русской Православной Церкви и ее верных чад. Что заставило нашу церковь вывести на улицы десятки тысяч людей, объявить, так сказать, народное ополчение? Что заставило нас, православных, выйти так массово на улицы Москвы и других городов и объявить, что мы не дадим в обиду ни веру свою, ни церковь свою? А заставило вот что. 21 февраля в храме Христа Спасителя вошли несколько человек, среди них было пять абсолютно, по моему мнению, одержимых людей, которые устроили на святом месте для всякого православного человека на авоне храма пляски с богохульными лозунгами. Вы это все увидите в фильме. Очень много после этого события было разных комментариев в интернете, по телевизору, в газетах. У нас в студии присутствует одна монахиня, которая участвовала в одной передаче, которой просто не давали говорить, хотя она пыталась высказать свою позицию по этой ситуации. Сегодня у ней эта возможность будет, и мы собрались здесь, собрали людей, и попытаемся спокойно, но с эмоциями разобраться, что же все-таки произошло, и что происходит, и почему так случилось. Об этом фильм, который называется «Провокаторы». Сейчас мы его посмотрим, но прежде хочу всех предупредить, в том числе и лиц духовного звания, которые сейчас находятся на студии. Там есть кадры и слова, которые могут быть резки для уха. Мы попытались сделать все, чтобы смягчить и картинку, и слова, но, тем не менее, это документальная правда. Вы должны это видеть своими глазами, потому что каждый кадр мы разобрали по секундам. Вы все это увидите. Но прежде, по нашей традиции, небольшой блиц-опрос. Хочу задать вопрос Владимире Легуиде. Володя, скажите, пожалуйста, что произошло 21 февраля? Что это был? Акт войны? Что это было такое? В двух словах, если можно. Я бы просто хотел напомнить одну очень важную вещь. Потому что первый акт произошел 19 февраля в Богоявлянском соборе. А 21, когда их 19 отпустили, 21 они пришли вновь. И уже в главный собор страны, в храм Христа Спасителя. Это, конечно, брань. Брань, которую, как замечательно все время сказал Достоевский, «Дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей». Она может принимать разные формы. Она может принимать различные формы. И вот это была эта брань вот в такой форме. Ольга, а вы что думаете по этому поводу? Ваше мнение? А я думаю, что война не прекращалась никогда. Просто сейчас она стала более заметной. Спасибо. Итак, смотрим. Фильм «Провокаторы». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Исправки Министерства внутренних дел. На записи с камер видеонаблюдения храма Христа Спасителя зафиксировано, что в 11 часов группа численностью примерно 15 человек, выйдя из станции метро Кропоткинская, направилась к центральному входу в храм Христа Спасителя. Молодые люди, пройдя через центральный вход и пост охраны, проследовали внутрь храма. Примерно в 11 часов 10 минут от дальнего входа станции метро Кропоткинская в сторону центрального входа храма направились пять неизвестных девушек, которые, пройдя через центральный вход и пост охраны, проследовали внутрь храма. КОНЕЦ В 2000 году в храме Христа Спасителя проходило торжественное богослужение. Сам вона перед царскими вратами патриарх Алексий II объявил о канонизации царской семьи и сотен новомучеников и исповедников российских. Сам Господи упокой и души усопших раб Твоих, мучеников и исповедников российских 20 века. Эти ступени – это площадка перед царскими вратами, как бы омыта кровью святых, отдавших жизнь свою за веру и Отечество. Амвон имеет глубочайший смысл, и во время богослужения на этом месте, это место, которое предназначено только для лиц в священном сане, для священников, для деканов, с этого места провозглашается молитвословие к Богу, и само это место, оно обозначает, или в духовном смысле это небо. То есть, поэтому, конечно, мирские люди, люди, которые не посвящены в священный сан, не поднимаются на это место. Дьявол в переводе с греческого значит лукавый, клеветник, лжец, а еще провокатор. Но не может он оставить в покое людей, которые тянутся к Богу. В январе Борис Березовский написал из Лондона открытое письмо патриарху Всеруси Кириллу. Цитата. Вы можете войти в историю, как глава Русской Православной Церкви, взяв на себя историческую миссию спасения России от смуты, подобно своим великим предшественникам. От пасторя ждут сегодня не слово, но дело. Помогите Путину опомниться, донесите до него глаз народа. А когда Путин услышит вас, возьмите власть из его рук и мирно, мудро, по-христиански передайте ее народу. Борис Березовский. Наш патриарх на это провокационное письмо никак не отреагировал. Прошел месяц. 18 февраля в Богоявленский кафедральный собор в Москве под видом прихожанок зашло пять молодых женщин. Одна из них была с маленьким ребенком. Подошли к Канастасу в одном из пределов храма, надели маски и началось богохульство. Эти кадры снимала маленькая дочка Надежда Толоконниковой. Ребенку всего четыре года. Сама Толоконникова по кличке Толокно участница скандальной группы «Война». Через три дня, 21 февраля, в храму Христа Спасителя идет группа тех же провокаторов. Среди них и сожители одной из участниц. Он в храм проносит гитару. Группу сопровождают журналисты разных изданий, в том числе и зарубежных. Их заранее предупредили об акции и они – соучастники этого шабаша. В собор проходят беспрепятственно, распределяются по точкам. Все было спланировано и продумано заранее. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 После первого шока православные выгнали кощуниц с амвона и из храма. Задержали их правоохранительные органы через несколько дней. Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. С ними плотно работают адвокаты. Задержаны отказываются от показаний. С нами они согласились говорить о себе только в третьем лице. Первая. Мария Алехина. 23 года. Студентка Института журналистики и литературного творчества. Вы участница группы «Пуссирайт»? Да. То есть вы пели песни, исполняли репертуар этой группы? Ну, я не могу вам ничего сказать про группу. Я не могу не сказать ни про свое участие, ни про какие-то детали, касающиеся группы. Меня не устраивает, что, маркировав Храм Прецеда Спасителя как религиозное пространство, РПЦ считает возможным и должным использовать это пространство в нерелигиозных целях, в целях политических, проводя там политические встречи. Какие политические встречи? Там что, переговоры проводятся? Нет, переговоры... Переговоры на страну государства или что? Да, там проводилась встреча олимпийской сборной, насколько мне известно. Вы раскаиваетесь? А вы в чем, простите, мне раскаиваться? Есть преступления, которые против духа, против души, против нравственности совершенно, против общества. И тогда последствий, они значительно даже могут быть больше, потому что, условно говоря, эти действия могут спровоцировать... Они провоцируют, да, вот если посчитать интернет, те комментарии, которые пишут, они провоцируют желание кому-то с кем-то разобраться. Я совершила много проступков, совершила много действий, которые я не считаю проступков. Вот по христианской вере, если есть обиженные люди, то надо попросить у них прощения. Если есть обиженные люди, то я прошу у них прощения. До свидания. Надежда Толоконникова, 22 года, имеет вид на жительство в Канаде, хотя этого не признает. Скажите, пожалуйста, вы в 2011 году получили вид на жительство, вид на жительство в Канаде? Это не так. Не получали? Нет, я была в Канаде, и я имею право на это, но я не получала вид на жительство. А как же вы были в Канаде? Как я была в Канаде, повезе. Никакого вид на жительство у вас нет? У меня нет вид на жительство, я не собираюсь пока уезжать с Россией. Ну, я посмотрю еще, да. Я пока буду бороться. Вот это вот квиз у нас. Следователь Артем Радченков ведет это дело. Это документы, которые указывают об достаточно тесных взаимоотношениях одной из обвиняемых по делу Толоконниковой с иностранным государством, канадским. Эти документы говорят о том, что она имеет и вид на жительство, и медицинское страхование. Имела достаточно серьезные взгляды на то, чтобы жить все-таки не в России, а в другом государстве. Эти документы выданы в 2011 году, в мае прошлого года, готовя заранее к своим акциям. Девушки беспокоились о том, чтобы в дальнейшем у них было меньше проблем, а если проблемы были, чтобы их можно было решить при помощи этих документов, либо вообще покинуть Российскую Федерацию. Но вернемся в сезон номер 6, в адвокатскую комнату. А русская православная церковь, почему с ней стали бороться? Русская православная церковь себя показывает с каждым днем все лучше и лучше. И она показывает то, что сделала группа Пусси Райд. Достойная вещь. Вы не считаете, что группа Пусси Райд? Райд. Не бойтесь этого слова. Райд. Как боятся российские власти этого слова. Его не нужно бояться. А как приводится? Бунт, погром, восстание. Масса угнетенных. Тех, кто не согласен с политикой правящего режима. Почему решили именно правоста Спасителя? Почему в русскую церковь не в Синагогу, не в мечеть? Я ничего не решала. Я могу только предположить, почему эта группа туда пришла. Предположите, пожалуйста. Вы смотрели по телевизору, где происходили пасхальные богослужения. Это главный храм, который символизирует между собой, символизирует собой слияние церкви, государства. Это ненормальная вещь. Вы решили прийти на МОН? Они решили. Они решили. Они решили. Да. Я считаю, что они молодцы. Молодцы. Конечно, потому что патриарх стоит на этом месте. И это место должно быть занято женщиной, ведь они же феминистки. Я, как участница пасера, считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И Амвон – это место для женщины. Потому что это не греховное создание. И 20 век – это был век женской эминсипации и приобретения женщинам своих прав. Таких же, как и мужчин. Поэтому церковь должна меняться в том числе и православная церковь, если она хочет существовать в этом мире. Ваш папа вас поддерживает? Он лучший, да. Благодаря ему я такая, какая я сейчас. И мы очень довольны друг к другу. Очень. Это потрясающий случай, потрясающий случай западения отцов и детей. И он с вами на всех церковь умерли? Ну, практически на всех. Он очень оскорбился, когда я его не позвала на ту самую акцию в биологическом музее. Он не общался со мной после этого несколько месяцев. Оскорбился, да? Да. Эта давняя история случилась в 2008 году. Пять девиц под прицелом телекамер в биологическом музее устроили сеанс социально-политической порнографии. В том числе и Толоконникова по кличке Толокно. Тогда, на девятом месяце беременности. Это искусство. Политическое искусство. С риском для жизни вашего ребенка? Ни в коем разе. Если вы почитаете медицинскую литературу, то секс, он показан беременным. Даже за четыре дня до родов? Тем более. Для улучшения родов, конечно. Ну, почитайте. Я не вижу этого ничего странного. А что вы скажете, когда она увидит эту литературу? Я объясню. Я скажу ей равно то же, что и вам. Ну, я думаю, что она более подготовлена в этом плане, чем вы. Я рассказываю ее современное искусство. Она в курсе. Она смотрит каталоги, изучает Ворхова. Она знает, что это такое. Она знает, что такое акционизм. Она знакома частично с венским акционизмом. Мы ходили с ней на выставку. Сколько ей лет? В четыре года. И в четыре года ребенок уже разбирается вообще? Ну, она ознакомлена с этим. Я считаю, что она нормальная. Это искусство. Это та вещь, которая как раз еще проще, чем книги, проще, чем язык. Искусство проникает проще, чем все другие формы. Богу верите? Да, конечно. В церкви просто? Конечно. В церкви? Конечно. Я в Христоспасителе была очень счастлива. Внимание, вестанк. Причащаются? Нет. Почему? Не хочу. Ни разу не причащаются? Нет. У меня другие традиции в семье. Я отношусь к церкви, как к культурному объекту. Я отношусь к церкви, как к культурному объекту. Я очень оценю ее. Мне кажется, что это вопрос семейных традиций. Третья участница провокации в Храме Христа Спасителя, Екатерина Самуцевич. Нет, у вас 9. 29 лет. У вас просто жизнь, она вот сейчас самая насыщенная. Угу. У вас есть дети? Нету. Вы замужем? Нет. Мечты есть выйти замуж, родить ребенка? Нет таких мечт, нету. Зачастую общество очень сильно дает на женщин, на молодых, чтобы они, например, рожали, уходили замуж. Так называемое гетеронормативное давление. 6 лет назад? Угу. То есть, когда с детства человек прививается, человек женского пола, прививается вот это поведение, что девушка должна вырасти, найти какого-то молодого человека, выйти за него замуж, родить детей. Вот это, такое давление, оно производится всю жизнь на человека. Вот. И на самом деле, очень много людей этого не хотят. В том числе и вы? В том числе и я. Этих троих провокаторж Amnesty International объявила узниками совести. Мы решили спросить у представителей этой организации в России, что значит узники совести в их понимании. Это политическая акция, которая была озвучена этими девушками. Но озвучено заметим потом, потому что ведь, не знаю, насколько всем известно, что само вот это вот действие, оно продолжалось не более нескольких минут и являлось пантомимой. То есть то, что все смотрят в интернете, это уже наложенный звук. Еще раз повторяю, что это была пантомима. Все было наложено, весь звук, по крайней мере, та информация, которая нам доступна. Все было наложено, потому что никакой звукозаписывающей аппаратуре в храме Христа Спасителя не было, равно как и звукоусиливающей аппаратуре. Это была пантомима. Поэтому никто ничего слышать не мог. Сергей Никитин лжет. У Кощуниц была звукозаписывающая аппаратура, был микрофон. Еще раз посмотрите эти кадры. В храме Христа Спасителя были приглашенные богохульниками журналисты, которые пришли со своей видеоаппаратурой и вели съемку. Банда хотела уничтожить оригинальную запись, но им этого не удалось. Вот это известный вам Солженицын. Да. Это, наверное, вы узнаете. Андрей Дмитриевич Сахаров. Сахаров. Вот это фотография тех узников совести, которых вы сейчас признали. А ниже, это вот эти узники в храм Христа Спасителя. Значит, эти фотографии к ходу дела никакого не имеют отношения. Почему не имеют? Это те же самые люди, которые... Мне это неизвестно. Я веду речь о каком-то предметном. У нас предметный разговор. Мы сегодня обсуждаем вот этот случай. И вы предложили этих людей. Эти граждане мне неизвестны. Ну как? Снимки... Вот это госпожа Толоконникова, которая сейчас находится. Которую вы признали кузницей совести. А это ее муж. Пришли в биологический музей и в общественном месте, собственно, устроили вот эту оргию. Вы ведь сейчас мне демонстрируете фотографию... Вот Солженицын или Сахаров, да? Можно... И вот эта девушка. Прекрасно, да. И она же вот там на сцене. На мвоне, храм Христа Спасителя. Кто стоит за этими провокациями? Николай Стариков, аналитик, который изучил механизмы возникновения кризисов. Кому это выгодно? Есть такой термин, когда говорят о войне – пушечное мясо. Солдат отправляют на войну, они там гибнут, калечатся. Пушечное мясо войны. Вот те, кто участвуют в таких акциях – это пушечное мясо войны против души своего народа. Ведь совершенно не важно, кто по фамилии, с каким голосовыми данными оденет этот балахон. Важно, чтобы у человека просто не было совести, не было никаких моральных тормозов одеть вот эту вот шапочку с прорезями и начать плясать в церкви. А вот для этого уже нужен какой-то предварительный отбор. Вот если мы с вами привыкнем к тому, что на наших святыне можно богохульствовать, это значит, что мы очень быстро перестанем быть народом. Задача тех, кто проводит мировую глобализацию – атомизировать население всех стран, потому что тогда им будет просто управлять. Они хотят, чтобы на планете не было ничего, никаких духовных ориентиров, никаких исторических ориентиров, кроме одного, кроме денег. Они хотят, чтобы все и вся на этой планете ценилась деньгами. Им это нужно, потому что они эти деньги производят. Они их рисуют из воздуха. Дмитрий Беляев – блогер, который отследил переписку Березовского с российской оппозицией. Если вы обратитесь к переписке Алексея Навального, которая была взломана хакерами и выложена в сеть, вы увидите, что Алексей Навальный сотрудничал, скажем так, с правой рукой Бориса Березовского со Станиславом Белковским. Все читали статьи Станислава Белковского, направленные против церкви, где он уже от лица Бога говорит, что церковь должна быть отделена от государства и так далее, что церковь заканчивает свои дни и прочие вещи пишет. Так вот, Алексей Навальный перед выборами в интервью с Акуниным заявлял о том, что он является православным человеком. В том числе, потому что большая часть граждан России так или иначе считает себя православными. Но потом, как мы увидели, православные люди осудили акцию «Пусирает», но Алексей Навальный вышел все-таки в защиту «Пусирает», стоял с плакатами и так далее. Я думаю, что он очень не хотел этого делать, вероятно, да, но ему пришлось, потому что те люди, которые его наставляют, те люди, которые его направляют, и, возможно, даже и финансируют, они не терпят отказов в этом плане. Замутить воду, взбаламутить общество, разделить его, расколоть – вот чего хотели добиться организаторы этой страшной провокации. Для них нет ничего святого. Не получилось в декабре и в январе – взялись за самое святое, что есть у народа, за церковь. Посмотрим, как православные отреагируют. Несанкционированный митинг Кутаганского суда. Защитников – кощунец. Песня «Богородица, дева Путина, прогони» мне нравится. Более того, я считаю, что во всем недлинном репертуаре ансамбля «Пусти Равит» на мой вкус – это лучшая песня. А почему это храм – какое-то святое место? Для меня было святое место в бассейне в Москве. Там ребят учили плавать. Реально. Я пришел похристоствоваться, поздравить с праздником. Молодец! Ура! У храма Христа Спасителя. Все похоже на 20-е годы, только не так масштабно. Скорее, это фарс, разведка, провокации, пробный шар. Институт культурологии. Александр Тарасов – политолог. Один из тех, кто делал экспертное заключение для следствия. Люди пришли в храм, провели какую-то странную акцию, при этом ее записали на видео. То есть акция не просто так, что на человека что-то нашло, а человек пришел с заранее обдуманным намерением что-то нарушить. То есть умысел здесь классический. Что касается самого текста. Этот текст содержит такое молитвоподобное, молитвоподобное послание с целью, ну, как мы расценим, спровоцировать верующих против неверующих и неверующих против верующих. И здесь имеются признаки явного разжигания розни по религиозному признаку. Что делать народу и государству с этой провокацией? Простить, когда они не хотят каяться? Отпустить, не наказывая, как советуют многие? Пожалеть и забыть? Или сделать так, как это сделали другие? В январе 2006 года некто Копцев зашел в московскую синагогу с ножом, ранил 10 человек. Копцеву дали 16 лет. Долго не разговаривали. Датский художник Вестергор Курт нарисовал карикатуру на пророка Мухаммеда. Мусульмане сожгли датское посольство в Бейруте, а протесты прокатились по всему мусульманскому миру. То, что сделали эти кощунницы в нашем главном кафедральном соборе, можно назвать духовным покушением на нашу душу и веру. Что делать будем, люди? Ну вот, собственно, вопрос, который в материале был в конце, что делать будем, люди, он к вам адресован. Кто хочет начать? У нас эта свобода полная, пожалуйста. Меня на самом деле возмущает не столько то, что произошло в Храме Христа Спасителя, вот эта акция, а реакция в части нашего общества. Такое ощущение, что уже ни чести, ни достоинства, ни самоуважения в русском народе нет. Поэтому у меня самые мрачные переживания, самые мрачные чувства. Если бы не было 22 апреля, крестный ход, грандиозный, 100-тысячный крестный ход во главе с патриархом, когда мы увидели все-таки, что народ вышел и прошел крестный ход, как и полагается православным христианам, это было бы крайне унылое зрелище. Потому что нация, которая не умеет уважения к самой себе, она долго не живет. Матушка, а вы что скажете? Матушка, вы что скажете? Я хочу кратко вспомнить моего отца, который был свидетелем взрыва Храма Христа Спасителя 5 декабря 1931 года. И он стоял возле храма вместе с другими москвичами на коленях, плакал и молился. Стояли на коленях тогда, да? Да, зимой. И это было, конечно, наверное, куда страшнее. Потому что когда он рассказывал об этом, мы все плакали, все в семье. А теперь это постоянно возбуждается, потому что этому лукавому ведь надо все время напоминать о себе. Он больше всего боится, что его забудут. И вот это вот постоянное о себе напоминание, и, конечно, это одержание, одержимость. Это нужен хороший архимандрит Герман. Да? Да. И тогда можно с ним. Дополнение к истории Храма Христа Спасителя. Еще одна краска к вашему фильму, Аркадий. Я совсем недавно узнал, что этот храм, новый храм, действительно вымолен. Что еще, когда там был бассейн, уже в бассейне совершались молебны. Просто над водой стоял священник и молились о том, чтобы когда-нибудь этот храм появился. Хотите, я вам расскажу. Хотите, я вам расскажу маленькую историю. Минута. Я работал агентом печати новости. И начиная с 88-го года ходил в Храм Христа Спасителя участвовать в крестных ходах. Вокруг бассейн. Ходил. И я помню, был там какой-то случай такой. Я приехал из горячей точки откуда-то. Это была зима, я помню. И я стоял, где Кропоткинское метро. И там внизу вот эта чаша, это бассейн, она клубилась так. А пережил до этого в горячей точке неприятные минуты. Очень неприятные. Я стал думал, господи, неужели я когда-нибудь увижу, что здесь будут купола. Понимаете, вот эту фразу, это было 20, почти сколько? Больше, чем 20 лет назад. Я, конечно, для меня это родное очень. Родное. И я, конечно, здесь, наверное, не объективен, когда я узнал, что вот это произошло. Вот это вот 21-го числа. Я, конечно, решил сделать программу. Это не значит, что я их, вот этих вот кощуниц, ненавижу. Нет, такого нет. Просто, ну, враг, есть враг. К нему надо относиться, как к врагу. Сейчас я вам прочитаю один фрагмент. А вы послушайте, пожалуйста, ладно, и скажете, согласны с этим или нет. Это слова нашего святого отца Иоанна Златоуста. О том, как надо поступать с кощуниками. Произнесены они в Константинополе. Если услышишь, что кто-нибудь на перекрестке или на площади среди людей хулит Христа Господа, подойди и пресеки. Если и насилие над ним совершиться придется, не избегай. Ударь по лицу, дай по щечину, освети свою руку раной. Если и схватят тебя, если и в суд поведут, иди. И если спросят на суде, то есть допрашивать будет судья. Отвечай, не рабея, что ухулил тот ангельского царя. Ведь если наказывать нужно тех, кто хулит земного царя, то тем более тех, кто хулит царя небесного. Общий грех всех, если нет неправды. Почему я прочитал этот фрагмент? Объясню. Когда это случилось, начались очень разные разговоры на этот счет. О том, что это девочки, что их надо простить, ну что там они сделали. И, к сожалению, некие служители об этом сказали. Для меня это, как для простого мирянина, меня это потрясло. Потому что следующий шаг после 21 февраля будет другой уже, более жесткий. Если мы не будем защищать ни свои традиции, ни свою веру. Здесь компромиссов быть не может. Пожалуйста. Я думаю, что очень важный вопрос прозвучал в конце фильма. Что нам делать? Я думаю, что нам нужно, наконец, опомниться. Нам нужно опомниться и увидеть, что никакого благодушного состояния в обществе, никакого там слияния церкви и государства, которое все успокаивает, все замечательно, все хорошо. Ничего этого нет. Что впервые, об этом уже говорили представители духовенства, Русской Православной Церкви, впервые... Так нагло. Сознательно осквернен храм. Вы видели, да, Володя? У них сознательно осквернен храм. Я очень много приходил сообщаться с журналистами и задавали вопрос. А вот что произошло? Вот двумя я могу только передать параллелями чувства, которые испытывали люди, которые вот сейчас, глядя на это, пришлось испытать снова. Вот если бы на моих глазах издевались бы над моей матерью, и я бы ничего не мог сделать, у меня были бы связаны руки, вот я испытывал бы ровно такие же чувства. Если бы на моих глазах плясали на могиле моих родственников. Вот такие испытываешь чувства, когда на это смотришь. Но здесь очень... Поэтому грех должен быть назван грехом. Не перформансом, не политической акцией, не шалостью на масленицу, а грехом. Это первый и принципиальный момент, о котором мы говорим с самого... Вот с этого дня, когда это прошло. И второй принципиальный момент. Мы говорим, что грех всегда, в христианстве грех отличается от грешника. Мы отделяем, мы расторождествляем грех и грешника. Грех осуждается жестко. Это то, о чем ваша цитата. Грех должен быть остановлен. Грех должен быть остановлен. А грешник, это человек, который, конечно, мы надеемся... Рана нанесенная этими кощунницами самим себе, чего они совершенно не понимают. Весь ужас их личного состояния в том, что они сейчас испытывают удовольствие от пиара. Они стали известными на весь мир. Каких объявили узницами совести. Им кажется, что это так все замечательно. Но когда-то это обязательно произойдет. Я очень надеюсь, что это произойдет. Они поймут, что они сделали. И вот когда они это поймут, им с этим придется жить. Может быть, долгие годы. И это очень тяжело. При этом церковь всегда принимает раскаившегося грешника. Всегда. С радостью. Потому что это человек, который понял, что он совершил страшную вещь. Раскаившегося грешника. Я хочу сказать слово свидетелю. Микрофон. Микрофон. Денис, вы были в храме. Да, я подержу. Не знаю, держу. Вы были в храме в тот момент. Да. Ваше ощущение? Вы подошли и что стали? Вы знаете, я сначала был... Я видел, как вы их пытались... Да, я, честно говоря, вот многие говорят, что я как-то робко, да, значит, действовал. Надо было их взять там за шкирку и вытащить из храма. Ну, во-первых, у меня состояние было такое. Я тоже был шокирован, увиденным. Потому что я впервые в жизни пришел в храм. То есть я... В первый раз пришел? Да, в храм Христа Спасителя, значит, для меня это было шоком. То есть у меня был такой посыл, такое настроение. Я думал, ну, зайти в храм, помолиться, как-то вот уединиться и, в общем-то, привести мысли в порядок. И тут совершенно какая-то, ну, такая неадекватная картина, вот, попал на какую-то вот эту вахханалию. Для меня, честно говоря, было, ну, честно говоря, я был растерян. Вот я растерялся. Сначала я, значит, и охранники тоже не понимали, что делать, потому что там были журналисты, были блогеры. Они мешали, значит, охранникам. В общем-то, одну девушку я вывел, это Алехина была. Вторую девушку... Она молчала, говорила? Нет, она молчала, мы взяли ее под руки и подвели ее к двери. Там охранник ее принял. Когда я возвращался обратно, на встречу мне шла Толоконникова. Значит, с нее охранник снял маску, и она шла мне на встречу, я ее узнал. Не испугайтесь, что после передачи произойдет с вами? Вас будут там склонять в интернете, вам могут на улицу подойти и сказать, что... Ну, что это чудак-то, а? Вот такие вещи не боитесь? Нет, вы знаете, смотря на вас, вы, в общем-то, в бывшей жизни военный корреспондент, прошли тоже огонь и воду. И, в общем-то, видели... Да, пожалуйста, комплимент. Да, пожалуйста. Но, честно говоря, как было правильно замечено, это дьявол, это отец лжи. Поэтому, когда идет подмена понятий, когда нашему обществу идут такие вызовы, и они проверяют, прощупывают наш иммунитет, на сколько общество готово к этим вызовам. И если, скажем так, их акция, та цель, которую они поставили ею, я не говорю про исполнителей, я говорю про заказчиков, которые стоят за ними. Если бы реакция общества была бы слабой, и мы бы сейчас не увидели у Храма Христа Спасителя тысячи людей, я думаю, что, в общем-то, они бы тогда одержали победу и радовались бы, понимаете, а этого они не увидели. И слава Богу. Пожалуйста, даруй, даруй. Вот я потом вам я дарю. Да, хорошо, а хоть дар мне обещать. Да, я просто, знаете, что хочу сказать? Я эмоциональный человек, я плакать хочу, когда я это вижу. Церковь, ну как вам сказать, для людей, которые измучены, с болями, с физическими, я людям помогаю на колясках прийти в церковь, приподнять человек, чтобы поцеловал икону, и когда после этого ты обливаешься слезами, люди много километров проезжают, чтобы увидеть это и приклонить колени, вот это хочется просто рыдать. Но я хочу сказать, я очень жестко сейчас посмотрела этот фильм, жестко подумала, ведь это серьезный вопрос, вы поймите, Бжерзинский сказал, давайте разрушим СССР, а дальше отберем у них веру. И вы, это же понятно, что идет борьба, борьба. И это организованные вот эти организации, кто-то финансирует, кто-то их готовит, они же действительно бездумные уже машины, они уже запрограммированы, они опасные, они очень опасные, они таких же детей рожают. С этим надо бороться, потому что в дальнейшем они пойдут на нас. Спасибо. Через несколько минут, через несколько минут мы узнаем с вами, вот эти кощунницы, которые устроили шабаш в храме Христа Спасителя, кто они, сами по себе или марионетки. Об этом через несколько минут. В эфире программа «Специальный корреспондент», и сегодняшний выпуск у нас посвящен событиям, которые произошли 21 февраля в храме Христа Спасителя и 22 апреля 2012 года. Итак, эти кощунницы, которые устроили шабаш в храме Христа Спасителя, кто они? Можно я скажу, кто они? Вы потом вырежете, у меня три коротких замечания. Первое – «Пусси райот». «Райот», как она поправила? Вот. Я долго искал перевод, потому что, вы же понимаете, это иностранное название. Я перебрал довольно много переводов, и самое приличное – это прошмандовки. Вот поэтому я отвечаю на ваш вопрос и говорю, что это прошмандовки. Я консультировался даже со специалистом по русскому языку, она сказала, что это на грани. Но у вас запикают. На грани. Про «Пи-п». Специалист сказал, что это на грани приличия. То есть это можно. Но у нас все-таки приличная программа, поэтому сделаем «Пи-п». А давайте это слово… Второе замечание, простите. Ага, да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Второе замечание. Честно говоря, совершен хулиганский поступок, с моей точки зрения. Я совершенно не понимаю, что происходит с нашим следственным комитетом, с прокуратурой и с судом. Я никогда особенно этим организациям не доверял. Они не очень хорошо работают, и, по-моему, тут миллионы со мной согласятся. Но в этой ситуации, я не понимаю, почему достаточно простой вариант. Они тянут, тянут и тянут, как будто специально для того, чтобы устроить провокацию в обществе. Это тоже можете запикать. И, наконец-то… Запикать не будем. Я могу ответить, если хотите. Понимаете, такая штука. У меня вообще, честно говоря, непонятно тоже вот этот вопрос. Я бы хотел его задать. И в эфире здесь можно на него ответить, в конце концов. Почему наша власть, которая отвечает за порядок, делает вот такой вид перед всякого рода кощунниками, когда касается дела нашей церкви? Сразу же все это переключается, переводится орущими, совершеннейшими, беспардонными людьми, типа из Amnesty International и прочими, так сказать, оранжистами, что это политическое дело, что это узники совести. Хлоп-хлоп-хлоп. И сразу же все вот так вот. Ой. Ой. Нельзя их трогать, это девочки. Они сидят в камерах хороших, с телевизором. С ними работают адвокаты. Вот эти вот кощуницы, и кто их поддерживает, это 0,00000 сотых процента, тысячных, миллионных процентов от всего нашего народа. Почему перед ними проседают те люди, которые должны нас, большинство, защищать? Вот этот вопрос. Ну, пожалуйста. Я не знаю, может быть, потому что те люди, о которых вы говорите, те люди во власти, ну, собственно, власть такая же, какая и мы. И очень важно видеть, что теперь и настроения у нас поменялись. Я не знаю, что произошло бы в нашем обществе лет 10 назад, случись это. Ну, не знаю. Но сейчас я вижу больше единодушия в обществе. И я думаю, что те, о ком вы говорите во власти, они как раз увидят вот эти 0,00000 и уже считаться не будут. Сейчас, секундочку, потом вам. Я бы хотел спросить своего коллегу Дмитрия, который брал интервью у этих вот кощуниц в следственном изоляторе. Дима, скажи, пожалуйста, как они держались, было ли на них раскаян... То есть, словом, то, все, что не попало в кадр. Краткая суть, пожалуйста. Ходили они все по одной. И обстановка такая нервозная. Я заранее знал, кто они, что у двух из них есть дети. И в душе такое было противоречие. А может быть, они раскаются, может быть, они не те, за кого себя выдают. Приходит одна, мы с ней пишем получасовое интервью, и я в интервью постоянно вывожу на точку, чтобы человек, может быть, задумался над тем, что он сделал. Может быть, какой-то вопрос себе внутренний задал. Это первая, вторая девушка пришла, третья. Ни от одной из них просто доли сомнений не было, что они, может быть, что-то сделали не так. Они стопроцентно стоят на своей позиции, что они правы. И даже ощущение такое, что они как будто под гипнозом находятся, потому что... Это не их позиция. Потому что возраст девушек от 22 лет, это Толокойникова Надежда, до 29. В таком возрасте, достаточно молодом, да, человек все равно сомневается. Если что-то делает не так, то у него внутренний вопрос, сомнения. Тут стопроцентная вот уверенность. И еще такое ощущение, когда я брал интервью у Толокойниковой, в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были. Баночка такая, да? Я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно. У меня вот такой вопрос. Они говорили в интервью в третьем лице, то есть они включили 51 статью Конституции, чтобы для зрителя было понятно, да? Совершенно правильно. Свидетельствовать против себя. То есть им адвокаты предложили вести позицию, и они не признают, да, что они виноваты. Абсолютно, да. То есть они четко стоят на своей позиции. И когда я им уже говорил, что против вас есть и свидетели, которые вас опознали, есть видеосъемка, вот, они... Нет 51 статья, вы не можете меня спросить. Егор, вам слово, пожалуйста. Вы хотели что-то сказать. Я ни секунды не сомневался в том, что что-то подобное должно произойти с тех самых ноябрьских дней 2011 года, когда в Москву был принесен пояс Пресвятой Богородицы, когда москвичи увидели десятки, сотни тысяч людей, которые собрались у Храма Христа Спасителя. И достаточно было почитать тогда интернет, как раз вот тот сектор интернета, который сейчас активнее всего поддерживает эту акцию, людей просто колбасило, корежило их вот по-настоящему. А что это вы принесли какую-то тряпку? А что это вы мешаете нам, автомобилистам, проехать на наших майбахах мимо этого вашего Храма? Чего это вы нам перекрыли набережную? Да вообще, как там вип-пропускат и так далее? То есть это реально был акт беснования. То, что после того, как было наглядно показано всем и каждому, что действительно в этом городе есть те, кто искренне и не ложно благочестив, после этого ни секунду было, нельзя сомневаться в том, что будет какая-то подобная акция. Тем более, что кадры уже готовы. Какой-нибудь господин Гельман тренировал когорты этих акционистов, которые рубили иконы, испражнялись и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это было абсолютно ожидаемо. Но на мой взгляд, то, как вышло, это вышло довольно хорошо. Не само кощунство, конечно, а то, что те процессы, которые потом пошли в общество. Дело в том, что не секрет, что у нас в обществе существует этот 0,0% который искренне, глубоко, тяжело ненавидит русскую православную церковь, православие и так далее. Почему? Потому что... Они же родились вместе с нами здесь, на этой земле. Они ходили в детский сад, входили в школу, в университеты. Аркадий, что происходит? Почему? Скажем так, это заповедь нашей либеральной интеллигенции, прозвучавшей еще в 19 веке, во время Крымской войны. Слава Богу, нас разбили. Это ненависть к своей стране, к своему народу и к тому, что является их стержнем духовным, внутренним. И вот вы им дали возможность выплеснуть эту ненависть, высказать все то, что они думают, самого худшего о православной церкви. И знаете, вот как сказано в Писании, ты взвешен и найден очень легким. Весь тот бред, вся та ахинея, которую они несли последние два месяца, взвешена обществом и найдена очень легкой. Вот мы увидели этот молебен совершенно замечательный, и мне вспомнились слова Алексея Степановича Хомякова в одном из его стихотворений «Крепка молящихся рука». Вот мы увидели довольно четко, что крепка молящихся рука, что вот этому нолю процентов противостоит действительно духовное большинство нашего. Я уже 15 лет наблюдаю вот эту картину, то есть рубка икон в манеже Авдеем Тараганьяном, выставки «Запретное искусство», «Осторожная религия», двоисловие, вот арт-манеж и так далее, за которым стоит Марат Гельман. И вот это вот все, это как раз вот звенья одной цепи. Очень слабые наказания Самодурову и Ерофееву, только всего лишь на всего, очень маленький штраф, повлек за собой рецидив в виде вот этого кощунца в храме Христа Спасителя. Необходимо самое строгое, самое суровое наказание для пресечи вот эту череду вот этих событий, оборвать эту цепь. Спасибо. Вы знаете, вот, кстати говоря, это импульс, Ольга, импульс нашей дискуссии. А ведь у нас в Уголовном кодексе это ведь нету статьи о богохольстве, да, о поругании культовых сооружений, как и православных, как и мусульман, как и иудеев, как и буддистов и так далее. А вы представьте, это было бы мусульманской церкви. Вы представьте. Я хотела спросить, а вот зашли бы они в мечети? Да не зашли бы, они же имени вышли. Никогда в жизни. Представьте, уже храните. Никогда. Они бы оттуда не вышли, они бы даже не зашли туда, им даже войти бы не дали. А мы все терпим, а мы все сносим. Да мы терпеливы, мы ждем. А я хочу сказать, это очень хорошее, может быть, меня многие не поймут, спасибо этой ситуации, чтобы она показала, насколько мы можем быть бесхребетны, и сколько мы будем молчать. Знаете, Аркадий, сейчас время исповедничества. Я удивилась, в прошлом году, когда мой друг лично услышал из уст нашего, ну, последнего из трех великих старцев, Николая, Кирилла Павлова, он сказал, последний год живем спокойно, готовьтесь к исповедничеству. Я тогда поразился, я думаю, интересно, а к чему это так? Может быть, эти ведут быстро удостоверение, опять начнется, как с НННом? Вот такие были мысли. Вот, пожалуйста, вам, сейчас время исповедовать свою веру. Когда мы разговаривали с моим директором, случайно был свидетель, случайно был свидетель, парень, и он был свидетелем разговора, когда я говорила по телефону насчет байкеров, с которыми мы вчера были, участвовали в пробеге, да, в защиту православной церкви. И вдруг он поворачивается и говорит, парень говорит, а че это байкеры в церковь ударились? Меня так и возмутило, я говорю, что значит ударились? Удариться можно головой об стену. Я говорю, а вы крещеный? Да. Я говорю, а вы почему не ударились? Я о чем говорю? Ребята, ну нельзя быть такими мягкотелыми, понимаете, православными, да, это, 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 это страх, не надо, а правда, это именно страх и малодушие. Спасибо. У нас в студии Алексей Денисов, мой коллега, автор многих исторических фильмов, вот, он в свое время, когда-то давно, снимал в Оптиной пустыне фильм и стал свидетелем страшного события, да, Алеш? Расскажи нам, пожалуйста, что там произошло? Да, мы как раз с журналистом Борисом Костенко были приглашены нашим общим другом, близким Игорем Брасляковым в миру, а тогда отцом Василием уже, монахом Оптиной пустыни, снимать Пасху в 1993 году. С двумя камерами туда приехали и, фактически, вот, мы не сняли только сам момент убийства, потому что в этот момент мы выехали уже за территорию монастыря, но все трое монахов, зарезанных ритуальным мечом после пасхальной службы, попали в кадр и остались живыми вот за несколько часов до своей смерти. Когда убийцу Аверина задержали и его стали допрашивать, ему задали несколько вопросов и вот эта ситуация очень похожа на то, что произошло тогда. С чего все начиналось? Почему вы сделали меч, написали на нем три шестерки и пошли убивать монахов? Они что вам сделали? Он говорит, вы знаете, меня сначала раздражать очень начал колокольный звон. Он говорит, меня прямо как-то вот мутит и вот, и вдруг какой-то голос мне стал говорить. Слушай, ну надо прекратить это. Зачем они звонят? Зачем они тут ходят? Зачем они кресты опять поставили? И следователь, который видал виды, он тяжелыми убийствами занимался, задал ему вопрос. Мы были свидетелями, ему говорит, ну а в чем смысл-то убийства вот этих безвинных людей? А я хотел достать Бога через монахов. Я их зарезал, но я хотел Бога зарезать, чтобы это все прекратилось, чтобы не было больше вот этих храмов, не было этого колокольного звона, не было слышно вот этих раздражающих молитв. Понимаете, всегда все начинается со слова. Кстати, любопытно, кто в этом зале знает, какой был первый советский юмористический журнал, эсатирический, который начал выходить в феврале 1918 года. Какой? «Красный дьявол». Он выходил в течение года, 11 номеров, и очень веселые карикатуры рисовали правдисты, кстати, его основали журналисты и культуристы главной партийной газеты тогда. Дьявол с вилами накалывал то царя, то монаха, то капиталиста, то офицера белого, а потом мы знаем, что произошло. Полились реки крови в России, миллионы человек были уничтожены, закончилось все концлагерями, пыточными камерами, где людей над унитазом убивали. Видите, мы ничего не знаем про свою историю, мы должны ее изучить, потому что вот эти девушки или женщины, или как вы их там называете, они ведь в точности повторяют то, что делал Союз воинствующих безбожников в 20-е и 30-е годы. Они просто достойны его членов. Я хочу, Алексей, добавить. Тоже, раз уж мы тут поговорим про историю, а вы знаете, какой памятник поставил Лев Троцкий, инсценировал в 18-м году в городе Свияжске? Наверное, знаете, да? Он поставил памятник Иуде, который грозил кулаком небу, как первому революционеру. Просто, правда, памятник недолго, он был из гипса, по-моему, сделал, сломали его там через две недели или через месяц. И они поняли, что переборщили. Иуде на племя, в общем. Более того, ведь все кощунства большевиков, они происходили, когда верующих уже выгнали из храма, храмы закрывались и осквернялись, чаще всего уже закрытые храмы. Это произошло в присутствии людей, которые пришли молиться. Понимаете, это на новом витке в каком-то смысле это даже хуже. И вот что поразительно здесь. Я напомню вам, замечательный был древнеримский поэт Горацио. У него есть страшные строки. Наши плохие отцы родили нас хуже себя для того, чтобы мы произвели на свет наихудших. Совершенно верно. Понимаете, а теория заговора, которая здесь все время гуляет, я хотел бы... Вы замечательный журналист. Не увлекайтесь этим, потому что и среди нас есть некоторые люди, которые очень заинтересованы в шумихе. Можно говорить о Пусси Райот, для того, чтобы не говорить о том, что у нас происходит с образованием, что у нас происходит с обороной, что у нас происходит с наукой. А тут девочки, понимаете, кощуницы. Сейчас только программа этому посвящена, а мы говорим, поверьте мне. Я только при вас это сказал. Про образование скоро будет. Посмотрите ее. Кстати, я вас приглашаю по образованию. Придите. Мамонтов, я не на вас напал. Я рад, что вы мне это сказали Пожалуйста Я на такие передачи не хожу А к вам пришел Спасибо, спасибо большое Вы замечательный фильм сделали Через несколько минут мы с вами увидимся в студии снова И вы посмотрите на гражданского мужа Толоконниковой Очень любопытные кадры Итак, в эфире программа специальный корреспондент И мы говорим о том акте войны Который был против нашей русско-православной церкви 21 февраля 2012 года И о молитвенном стоянии 22 апреля этого же года Сейчас вы увидите кадры гражданского мужа Одной из участниц шабаша, который был в храме Христа Спасителей Некто Верзилов Посмотрите, а потом поговорим Люди, к сожалению, воспринимают то, что произошло В основном из крайне ангажированных репортажей на федеральном телевидении По большей мощности Богохульством это никто не называет Из людей, которые знают, что такое богохульство Которые имеют, например, теологическое образование Идем еще Рядом с нами сейчас находится муж одной из девушек Которая в этом храме Христа Спасителей выступала Вот он считает совершенно по-другому Что бы вы ему ответили? Жену поменяй, браток Пока Девушки искренне молились в этом храме Просто молитвы возносятся очень по-разному В том числе и в формах, которые людям видят сейчас неприемлемые Нужно понимать, уметь отличать искреннюю молитву от какого-либо вызывающего действия В данном случае, безусловно, молитва была очень искренней И девушки просили Богородицу помочь им И... То, что мы видим, это рецидив болезни, которая поразила русское общество в середине 19 века И которую Катков, Михаил, наш замечательный публицист и издатель, прекрасно назвал Как психическая болезненность молодого поколения образованных классов Классов, которые не занимаются физическим трудом, ничего не умеют, ничего не производят Но они начинают с отрицания Бога Почему какой-то Бог должен мне указывать, что я должен делать Я сам решаю Второй этап Они отрицают семью, писал Катков Как некое ограничение свободы Третий этап Они отрицают любую мораль А четвертый этап Они отрицают государство В чем цель любого нигилизма? Разрушение государства Потому что государство является последней преградой на пути негодяев Которые хотят что-то сделать Потому что можно угодить за решетку И мы с вами все прекрасно видели, к чему привел нигилизм в русской истории Однажды русское образованное общество Это интеллигентные дамы Это адвокаты Чиновники Выносили на руках В конце 19 века Веру Засулич Террористку, стрелявшую из револьверов человека Выносили на руках Говорили, она жертва режима А этот режим Она протестовала просто вот так против него А потом они начали протестовать так, чтобы перестреляли половину земли России Она населила всеми про Веру Засулич, кстати говоря Вот так вот Кстати, слова адвоката, по-моему, звали Александров Который выступал на процессе Веры Засулич Я многим рекомендую перечитать Они очень напоминают то, что сегодня пишется в интернете Я, знаете, хочу дать слово людям Которые, это священнику и двум прихожанкам Из города Мозыря Который храм пострадал от кощунства Пожалуйста Суть кратко, ярко, эмоционально Пожалуйста 18 марта На крестопоклонной неделе Мы утром приехали в храм Для того, чтобы на божественную литургию И увидели, что наш храм Осквернен Осквернен богохульными надписями Знаками Ну что чувствуешь? Сметение, шок и непонимание За что? В храм люди заходили С таким ощущением, что в храме был покойник Никто не поднимал глаз Благо, вот это смятение, оно продлилось недолго Вышел батюшка И мы еще больше будем молиться Молиться А молитва имеет великую силу И даже АПЛОДИСМЕНТЫ И даже дьявол Крепещет от страха Перед силой вот этой молитвы Ну и я как настоятель храма Конечно же молюсь И буду молиться За тех, кто совершили Вот эти деяния у нас в храме И думаю, что Господь пусть простит их И хотелось бы, чтобы они пришли все-таки на покаяние в храм Спасибо Ага, ну давайте знаете что? Они-то ведь не каются Эти... Да, пожалуйста Что? Что это такое вот? Право простить Есть у того, кого обидели И кому причинили боль И вот здесь очень важно, что мы все немножко не понимаем Наверное, что Не нас оскорбили, не меня Оскорбили моего отца Господа Иисуса Христа И мою мать Божью Матерь Их оскорбили АПЛОДИСМЕНТЫ Я... Я могу за них простить? Нет, я, наверное, только могу Только сам про Переносить им свою боль, растерянность За то, что это произошло И в этом воскресном молебне Ведь посмотрите Ведь это была молитва В котором звучало Не прости там кого-то Не... А чаще всего прости нас Потому что все, что совершается с людьми Мы все воспринимаем Как наше собственное Ну если хотите Мы, конечно Ну отчасти это мы такие Грешные Мы это попустили Мы не смогли их защитить Вот у меня тогда вопрос Вот мы говорим Много о прощении Да Я к ним лично К этим Кощеницам И к этому Гражданскому мужу Никак не отношусь Но они тронули им веру мою Я что, должен их Прощать? Или я должен сначала И стал их наказать А потом Может быть Простите Если они захотят А то и попросят А? Володя Вот пожалуйста Сейчас Пожалуйста Владимир Я хотел бы сказать Прежде всего Вот о чем У нас В этой дискуссии И особенно В интернете Когда кричат Требуют Простить То чаще всего Имеют ввиду Выпустить из СИЗО Сейчас Так вот Церковь В СИЗО Православные люди В СИЗО Их не сажали Не церковь их там держит Более того Секунду Секунду Более того Мы считаем Принципиально неправильным Когда нас втягивают В разговор о том А вот сколько они должны Вот два месяца Улицу мести Или там семь лет сидеть И так далее Мы сказали Когда мы Господа Мы говорим О строительстве Правового государства Так давайте Пусть правонарушения Рассматриваются В правовом поле Пусть суд Выносит Пусть суд Мы говорим О другом Церковь Сказала Почему Как мы к этому Что это кощунство Это богохульство Здесь нет никаких Солнечных Все эти разговоры Соответственно Вот о чем идет речь Теперь Насчет того Простить Что Простить Не держать зла Вот я могу сказать Лично о себе Я не держу Зла На этих людей Я в ужасе За их душевное состояние Я хочу повторить То что я уже сказал Понимаете Это человек Секунду Человек Любой человек Это образ Божий Вы понимаете Как этот образ Божий Искорежен сейчас За их детей За их детей Вам не страшно? Еще более страшно Поэтому Но возвращаясь Мы должны Пресекать Само действие Поэтому Конечно Допускать Такие кощунства Нельзя А где наша система Правосудия Это вот Ваше мнение Такое Почему она Молчит Ничего не делает Так сказать Сделала Что происходит Я вот честно скажу У меня Пока что Позиция нашего Правосудия Вызывает массу вопросов Почему Потому что Сидят Непосредственно Исполнители И то не все Мы так и не узнали До сих пор Ни имен организаторов Ни имен заказчиков Этого всего преступления При этом Мы наблюдаем А это действительно Неизвестно При этом Мы наблюдаем Вот этого вот Молодого человека Которому дали совет Сменить жену Я вам честно скажу Этот совет Абсолютно бессмыслен Потому что Именно господин Верзилов Вырастил Из госпожи Толоконниковой Ровно то Что она Представляет собой Сейчас Ну а кто за ними стоит Как вы думаете То есть Ну по крайней мере За ними стоят Все те силы Аля господин Гельман И так далее Которые Все эти годы Говорили о том Что осквернение От святыни Это самое милое дело Это самое прекрасное дело И занимались этим Очень часто На государственный счет За На всем пространстве России Не только в Москве У меня тогда вопрос такой Скажите А вот письмо Березовского патриарха И потом сразу же После этого Вот эти акции Ничего случайного не бывает Вам не кажется Что это такая спланированная Ситуация Не ну Понятное дело Что вся история Спусера Это абсолютно Спланированная ситуация Это Изгнанники Из Из другой провокаторской Группы Группы война Что называется Выгнанные из бордели За разврат Тогда у меня вопрос Это отморозки Тогда у меня вопрос Я понял Матушка Пожалуйста Как вы Я хочу сказать Что у меня нет такого Женя Вот такого Как бы Пессимистического взгляда Конечно Река История Течет вниз Не вверх Но Воскресенье Произошло что-то Что вообще никогда Не было еще В церкви Произошло что-то Что мы увидели Своими глазами Огромное количество людей И патриарх Здесь было Такое непосредственное Общее моление Патриарха К народу И такое единение Это впервые В нашей истории Почему мы все время Говорим О чем-то Отрицательном Если произошло Нечто На мой взгляд Совершенно Ну Просто невероятное Это Господь с нами А хотел бы я Закончить Словами Святого праведного Иоанна Кронштадтского Который В 1908 году Сказал следующее Это после Первой Русской революции В 1905 году Как раз Мои слова Обращены К тем людям Которые Нас считают Плохими Послушайте Научись Россия Веровать в Бога И учись у твоих Святых предков Вере Мудрости И мужеству Господь верил нам Русским Великий спасительный Талант Православной веры Восстань же Русский человек Кто вас научил Непокорности И мятежам Бессмысленным Коих не было Прежде в России Перестаньте Безумствовать Довольно Довольно Пить горькую Полную яда Чашу И вам И России Это была Программа Специальный корреспондент Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok